Белгород не парадный. Знакомство с областным центром Вячеслав Гладков начал с прогулки по окраинам. В переписке с горожанами в социальных сетях временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области обозначил три десятка объектов, которые волнуют белгородцев. Вот отсюда, вот она трещина, вот пошло. Дом, ну, как бы расходится. Болевые точки хорошо известны городу, поэтому мэр Юрий Голдон показал самые проблемные. Прямо на месте решено сообща выработать методику и ускорить лечение. В первую очередь внимание уделят дорожному полотну и обустройству детских площадок. В августе обещали встретиться здесь вновь, чтобы оценить результат. Вам спасибо за то, что вы отреагировали. Это уже приятно. Сегодня важно наладить работу с обращениями белгородцев в социальных сетях, отмечает Вячеслав Гладков. Это поможет ускорить качественную работу органов власти и сделать ее более эффективной. С Ирю Владимировичем договорились, что сейчас я в Инстаграме, он в ВКонтакте, на следующей неделе. То есть он уже зарегистрировался в Инстаграме, на следующей неделе я зарегистрируюсь в ВКонтакте. Поэтому потихонечку будем решать эту историю. Изменится скорость, наверное, принятия решений. Прежде всего это уже произошло. Еще раз обратил внимание Вячеслав Владимирович на то, чтобы ответы были от души, ответы были правдивы, ответы были написаны простым, понятным для наших горожан языком. В ходе двухчасовой поездки Вячеслав Гладков и Юрий Голдун успели сделать остановку и в районе 24-й школы Белгорода, одного из старейших учебных заведений областного центра. Сегодня здесь получают образование 508 школьников и 60 дошкольников. Расположена школа на территории усадьбы помещицы Волковой. В этом году начата реконструкция исторического здания, в котором с 1932 до 2016 года учились дети. Еще один объект на пути следования – культурный центр «Октябрь», который уже стал центром притяжения талантливой белгородской молодежи. В беседе рождается идея создать в Белгороде арт-резиденцию. Давайте, не будьте на встречу, мы чтобы не на году, да, просто поговорили. Мне от вас нужно предложение. Все, договорились, сделаем. Мы с командой пообщаемся завтра, набросаем презентацию и все вам расскажем, покажем. В наше видение объеме буквы тысячи человек, две тысячи человек, десять человек. Ну, посмотрите, ну, хотелось бы просто понять, держать участие, как мастерируем молодежь, почему она должна к вам прийти, как она вам поверит и как вы ее удержите. Чтобы оценить атмосферу Белгорода, двух часов мало отметил Вячеслав Гладков и предложил раз в неделю организовывать объезд столицы Белгородской области. Анна Рученко, Сергей Драчев, БелгородМедиа. Зимняя погода – не повод оставаться дома. Мальчишки поселка Октябрьский Белгородского района в свободное время бегут на новую площадку. И даже такие мурчащие создания то и дело норовят присоседиться. Места тут действительно хватит всем. Площадка довольно-таки хорошая, подтягиваться очень удобно. Пресс тоже делать очень хорошо. Особенно понравилась футбольная площадка, так как там есть сетка, все для того, чтобы играть и чтобы мячик не улетал, стоят очень хорошие заборы. Футбольную площадку ждали. Раньше ребята шли играть с мячом в соседние микрорайоны. Теперь с удовольствием собираются рядом со своими домами. Ждут в гости сверстников, чтобы сыграть команда на команду. Пока же в состав взяли нас с оператором. Мы не устояли перед соблазном проверить будущего Яшина в деле. Ну почти, почти. Общественное пространство заиграло яркими красками в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Какой будет территория, местные жители решали сами. В ходе народного голосования определялся дизайн-проект. Учитывалось мнение каждого, чтобы в результате не обидеть ни детвору, ни взрослых. Антон Сергеевич, был здесь весной, здесь было поле, насколько я помню. Да, совершенно верно. Но на сегодняшний день, сами как видите, здесь уже объект, завершенный строительством. Многофункциональная площадка, совмещенная детская и спортивная. Построена в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Чем еще уникален этот объект? Что непосредственно здесь мы с вами можем наблюдать непосредственно реализацию двух нацпроектов. Потому что дорога, которая находится слева от нас, она также в текущем году отремонтирована в рамках уже другого национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Нацпроекты на территории региона работают и уже можно подвести некоторые итоги уходящего года. Это у нас один из объектов, выполненных в рамках «Комфортной городской среды» федерального проекта. Таких объектов у нас на территории Белгородской области выполнено 126 в этом году. Финансирование составило порядка 756 миллионов рублей. Из 126 объектов 35 у нас благоустроено общественных пространств, в которые входит и этот объект. И 91 дворовая территория. Как благоустраиваются дворы, мы увидели и в селе Никольское Белгородского района. Заметив нас, местные жители поспешили поделиться, как их неприметная улочка превратилась в настоящий двор мечты. Клумбы не были ограждены. Здесь асфальт уже испортился, плитки не было, малых архитектурных форм не было. То есть все это благодаря благоустройству. Выложена плитка, выложены дорожки, подвинутые дорожки, отодвинутые от стены дома, потому что сосульки падали прямо на идущих. Перемены видны невооруженным взглядом. Теперь есть, где и детям поиграть, и взрослым отдохнуть. На домах установили камеры видеонаблюдения. Раньше в этом дворе хулиганы сливали бензин у припаркованных автомобилей. Теперь их и след простыл. В следующем году в регионе в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды благоустроят еще 53 дворовые территории и 32 общественных пространства. Планируемый объем финансирования более полумиллиарда рублей. Виктор Опальков и Александр Поддубный, Белгород Медиа, из Белгородского района. В Белгороде эксперты выбрали лучшие проекты в направлении аграрных и пищевых технологий. Авторы 25 прорывных идей представили свои работы экспертам онлайн в рамках ярмарки инновационных проектов «Стартап Ленд Агроэнд Фуд Тек». Всего на конкурс было подано 40 заявок. В финал организаторы выбрали лучшие. Они в целом соответствуют направлениям научно-образовательного центра мирового уровня инновационные решения ВПК и связаны в первую очередь как с селекцией, как в животноводстве, так и в растеневодстве, так и с умным сельским хозяйством и внедрением IT-технологий в аграрную отрасль. Есть проекты, посвященные, наверное, правильному питанию, так будет правильно сказать, новым биологически активным добавкам. Проекты, представленные экспертом, разнообразны. От создания органического мармелада и съедобной упаковки для пищевых продуктов до разработки адаптивного доельного аппарата и автоматической ванны для обработки копыт крупно-рогатого скота. Участники – студенты и уже имеющие практический опыт специалисты. Отличный старт, отличный лифт для человека, который имеет идею, который смог ее обличить в эту оболочку бизнесовую. И он имеет отличный шанс на этой площадке, стартап-ленда, ее продать, так это назовем. Среди работ, прошедших финальную стадию, львиную долю занимают идеи белгородцев. Представлены и другие города – Москва, Ярославль, Пенза, Великий Новгород, а также белорусская столица – Минск. Среди экспертов – представители власти, науки и бизнеса, а также инвесторы, заинтересованные в финансировании новых прорывных решений. Идеальный проект – это новый инновационный продукт, того, которого еще нет на рынке, у которого есть прототип, но ему необходимы средства для того, чтобы запустить первые продажи, либо доработать уже текущий прототип. То есть продукт, который выводится в течение полугода на рынок, имеет сразу первые продажи в геометрической прогрессии, то есть имеет хороший бум, и в который требуются незначительные вложения, чек от 500 тысяч до 2 миллионов. Лучшими идеями для реализации на территории региона эксперты выбрали три работы. Лидерами стали проект «Съедобная упаковка для пищевых продуктов» на основе биоразлагаемых природных полимеров Анастасии Канонниковой из Минска, работая Владимир Ладыгин из Москвы, Climate Guard, и Наталья Севастьяновой, представляющая Великий Новгород, стимулятор роста растений. Специальный приз в номинации «Здоровый образ жизни» получила Елизавета Рослякова из Белгородского аграрного университета с проектом «Суперфуд из тыквы». Стартап Ленд – уникальный белгородский проект, созданный для популяризации и формирования инновационной среды, площадка, на которой власть, наука и бизнес вместе создают новые прорывные идеи и решения по направлениям агро и фудтеха, промышленности и медицины. Виктор Улкьянчиков, Александр Поддубный, Белгород Медиа. Пожары – это то происшествие, которое случается, когда три фактора встречаются. Это среда горения, то есть наличие кислорода, мы в принципе повлиять не можем. Это источник огня, а это 99,9% – это человеческий фактор. И третий фактор – это горючий материал, то есть то, что будет гореть. 307 пожаров и 7 погибших – таковы итоги уходящего года для городских спасателей. Эти цифры озвучили на сегодняшней комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС. По сравнению с прошлым годом показатели улучшились. Все это благодаря профилактике и помощи общественных организаций, таких как добровольные пожарные дружины. Это вот наши помощники. Мы уже своими силами, сколько бы мы тут ресурс не использовали, это будет бесполезно. То есть формирование вот этих ДПД временных – это вот основная задача. К такой работе уже привлечены студенческие отряды и казачество станица. В планах на следующий год – интеллектуальная система слежения. Как только человек переступает виртуальную границу запретной зоны, срабатывает система оповещения. Такую идею уже одобрил мэр города Юрий Галдун. Юрий Владимирович согласовал нам установку интеллектуальных систем, локального характера на местах. То есть системы в виде наблюдения, которые будем восстанавливать. Места, где складируется дистанционированный мусор, да, раз. Места, где есть факты вандализма, то есть где-то что-то повреждается, какие-то муниципальные имущества, где-то разрисовывается, где-то что-то воруется. Вот 50 таких мест. На совещании также обсудили подготовку городских спасателей к зимнему периоду. Их порядок действий при возникновении таких неблагоприятных метеоявлений, как снегопад, сильный ветер и ледяной дождь. Совсем скоро Новый год и Рождество. Службы уже проводят проверки и выявляют нарушения в реализации некачественной пиротехники. В декабре официально объявят список мест для запуска фейерверков, отвечающие всем требованиям пожарной безопасности. Алена Хлудеева, Андрей Андрейко, Белгород Медиа. Более двух с половиной тысяч экземпляров рогов азиатского Сайгака пытались сбыть в Белгороде. Задержаны двое иностранцев, которые, по версии следствия, приобрели и привезли и хранили незаконный товар в одном из арендованных гаражей областного центра. При попытке реализовать рога животных, занесенных в Красную книгу, мужчин задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по нашему региону в отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело. Преступление отягощает тот факт, что оно было совершено группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. Они дали признательные показания. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В начале февраля белгородские полицейские совместно с московскими Орловскими коллегами задержали преступную группу. Злоумышленники действовали с 2017 года на территории Москвы, Белгорода, Орла и Курска. Они зарегистрировали несколько юридических лиц и открыли несколько автосалонов. Подозреваемые брали у граждан автомобили с сопроводительными документами под реализацию. При этом выполнять обязательства перед клиентами не собирались. Всего от противоправных действий пострадало более 270 человек. Сумма причиненного им ущерба превысила 100 миллионов рублей. Следственное управление УМВД России по Белгородской области возбудило уголовные дела. Сегодня в отношении одного из организаторов был вынесен приговор. Несмотря на его сотрудничество со следствием, масштабы преступной деятельности не позволили суду смягчить ему наказание. Справедливость восторжествовала. В итоге у нас один из руководителей и организаторов этого сообщества, Корвиков Олег Александрович, получил по заслугам. Наказание было назначено в виде 11 лет лишения свободы с отбывания наказания исправительной колонии строго режима. И дополнительное наказание также было ему назначено в виде ограничения свободы на один год шесть месяцев. 29 ноября, в последний день месяца, в России традиционно празднуется самый трепетный праздник – День матери. Мы решили пообщаться с белгородскими мамами и их детьми. Что для вас самое лучшее в материнстве? Да вообще быть мамой – это здорово, потому что это дети. Это прекрасно. Это гордость, это радость. Объятие моего ребенка, когда она прибегает ко мне, обнимает, без причины, просто так. Видеть улыбку ребенка, радость его, как он растет, как развивается, видеть, как глазки блестят его – это и есть, наверное, счастье. Самое радостное – это чудо материнства. Потому что до того момента, как ты не родишь ребенка, не станешь мамой, ты не понимаешь, как это на самом деле невероятно, если подумать, что ты можешь создать и родить живого человека. Быть мамой – это любить. И это самое главное, по-моему. Очень большая ответственность, с которой бывает нелегко. Но когда тебе ребенок улыбается, ничего уже не страшного и кажется, что ты расстраивался. Любовь к детям, наверное. Потому что я их очень люблю. У меня четверо внуков, двое детей. Это мое счастье. Я наслаждаюсь этим временем. Это очень сложно быть мамой. Гораздо легче работать. Просто ходить с девяти до шести на работу, а мама – это ты 24 часа в сутки, мама. Если бы ваша мама сейчас рядом с вами стояла, что бы вы ей пожелали? Здоровья, конечно. Чтобы она как можно больше и дольше была со мной рядом. Много-много здоровья, счастья, добрых людей рядом. Я бы сказала, что я ее очень сильно люблю. И всегда буду продолжать радовать. И хочу исполнить все ее мечты. Спасибо, конечно. Спасибо мамочку за то, что вырастила, помогла. Им было очень тяжело. Они со всем справились. Что бы вы пожелали всем белгородским мамам? Терпения. Воспитание детей. Я бы пожелала в первую очередь не забывать о себе, а не только о ребенке заботиться. Ценить эти самые приятные моменты, любить своих детей, растить, быть счастливыми. Мама, я люблю тебя. Мама, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Я тебя люблю. С праздником. Мама, я люблю тебя. Этот праздник не про подарки. Он про заботу и внимание к самому родному человеку. Не забудьте в этот день позвонить, написать или встретиться с мамой, чтобы сказать ей главные слова. Юлия Рожкова, Сергей Драчев, Белгород Медиа. Юлия Рожкова, Сергей Драчев.